Приглашают музыкантов, художников и не только. Магнитогорск готовится провести ночь в музее. Где и когда пройдет международная акция и что нужно, чтобы принять в ней участие, расскажем в рубрике «Городовой». Тему продолжит Мелада Иволина. Вся жизнь игра под таким девизом в этом году Магнитогорская картинная галерея приведет акцию «Ночь музеев». Подать заявку на участие можно уже сейчас. Международная акция «Ночь музеев» в этом году пройдет в 11 раз. Традиционно на ней будут представлены разные направления искусства – музыка, танцы, театр. Принять участие могут все желающие. Мы рады любому сотрудничеству, мы рады любым творческим людям, каким-то интересным новым веянием в искусстве. Мы согласны сделать у себя и перформанс, и на мероприятии создать какой-то арт-объект, и показ коллекции одежды, и даже боди-арт. На мероприятии традиционно планируют провести разнообразные мастер-классы, экскурсии, ярмарку изделий, ручной работы и многое другое. «Ночь музеев» пройдет 18 мая. Заявки принимаются до 10 числа в группе мероприятий в соцсетях или на электронную почту. От Магнитогорска до Гомеля в Центральной детской библиотеке школьники познакомились с произведениями белорусских авторов. Встреча прошла в рамках международного проекта «Давайте дружить литературами». Гомель и Магнитогорска городами побратимыми стали в 2015 году. Сотрудники Центральной детской библиотеки решили поддержать международное сотрудничество. Так стартовал проект «Давайте дружить литературами». Было проведено три телемоста, где участвовали дети-школьники и знаменитые писатели. И решили после третьего телемоста обменяться книгами-подарками. Мы отослали городу Гомелю свои книги, своих авторов. Это Нина Георгиевна Кондратковская, чье имя носит наша библиотека. И они нам в ответ прислали свои книги, своих авторов. Сегодня в рамках проекта ученики 28-й школы поделились впечатлениями о понравившихся книгах, а также прочли стихотворения и рассказы. Произведения выбирали сами. Мы учили стихотворения Евгения Калашникова. Я выучила каникулы. Мне очень понравился этот стишок. Я на мероприятие готовила произведение стих «Половина апельсина». Мне оно понравилось, потому что там есть юмор. Цель мероприятия – познакомиться с культурой Белоруссии и ее авторами. Следующая встреча с городом-побратимом планируется в октябре. Битва чемпионов. В Магнитогорске пройдет хоккейный турнир для любительских команд. Игры состоятся в арене «Металру» 13 и 14 апреля. Вход для болельщиков свободный. Среди участников – победители отборочного этапа 8-го фестиваля ночной хоккейной лиги. В гости к магнитогорским хоккеистам приедут сильнейшие любительские команды из Башкири, Татарстана и Екатеринбурга. Матчи будут проходить полностью по регламенту ночной хоккейной лиги. То есть команды будут играть три периода по 20 минут грязного времени. В полном соответствии с правилами ночной хоккейной лиги. То есть этот турнир, скажем так, подготовительный. Открытие в субботу в 18.00. Для участников турнир станет контрольной пробы сил перед всероссийскими соревнованиями в Сочи, которые стартуют 10 мая. Магнитогорс на них представит команда «Стальные топоры». Милада Иволин Александр Моргунов, информационная служба «Медиагруппы Знак».